Дорогие друзья, приветствую вас из студии Тюмень. Ежеминутно Израиль совершает авиаудары по сектору Газа. Со вторника туда были сброшены сотни тонн взрывчатки. По словам представителя армии, за 48 часов армия атаковала 750 целей. По данным Министерства здравоохранения в Газе, с начала израильского наступления погибло более 75 палестинцев, около 500 ранено. Число погибших и раненых растет. Примерно две трети из них – это гражданские лица. Западные средства массовой информации одобряют израильскую масштабную операцию, так как радикальные палестинские группы обрушили около 400 ракет на районы Тель-Авива и Иерусалима. Целями в секторе Газа являются пусковые ракетные установки Хамаса, а Хамас якобы использует гражданских лиц в качестве прикрытия. До сих пор нет никаких подтверждений о жертвах ракетных атак Хамаса. Ракеты уничтожались в воздухе ракетами противовоздушной обороны Израиля. В Иерусалиме армия подтвердила одно попадание. Поэтому все больше наблюдателей задаются вопросом, оправдана ли израильская бомбардировка, унесшая жизни гражданского населения. Мы исследовали этот вопрос и обобщим ход событий с самого начала. 12 июня 2014 года трое учеников еврейской религиозной школы Талмуда были похищены и вывезены в Западную Иорданию. Хотя президент Палестины Аббас категорически осудил это похищение и органы безопасности Палестины участвовали в поисках, поисковая операция повлекла за собой крупномасштабную операцию израильской армии. При этом были застрелены 4 палестинца и около 420 задержаны, большинство из них члены Хамаса. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с самого начала возложил ответственность за похищение трех юношей на радикальный исламистский Хамас. Напротив, Хамас решительно отказался брать на себя ответственность за преступления и обвинил Израиль в том, что тот использует похищение в качестве предлога для уничтожения структур Хамаса. В воскресенье палестинский президент Аббас в интервью израильской газете Хаарец критиковал такие действия Израиля. Я цитирую. «Я говорил, что похищение является преступлением, но является ли это оправданием хладнокровного убийства палестинских молодых людей?» спрашивает он. И по его словам у него нет никакой достоверной информации, что Хамас несет ответственность за исчезновение трех юношей. Несмотря на израильские налеты и критику из собственных рядов, президент Аббас до сих пор продолжает сотрудничество в области безопасности с израильскими властями. После того, как в конце июня были найдены тела трех похищенных израильских подростков, поднялась новая волна насилия. Заместитель министра обороны Израиля объявил о масштабной операции по уничтожению Хамаса. Десятки тысяч пришли на похороны. Студентов и сотни протестующих в Иерусалиме призвали к мести за смерть подростков. А 17-летнего палестинца, как показало вскрытие, сожгли заживо. Абдаллаф Аранджи, губернатор Газы, пришел к следующему выводу. Я считаю, что израильское правительство и прежде всего премьер-министр Нетаньяху с самого начала, как только на западном берегу похитили трех мальчиков, сразу обвинили в этом Хамас. Хотя для этого не было никаких доказательств. Это свидетельствует о том, что Нетаньяху уже давно планировал нападение на сектор газа, потому что он против создания палестинского государства и хочет отделить сектор газа от западного берега. При этом палестинские политики выступали за мирное сосуществование палестинцев с Израилем. Во время недавнего наступления Израиля, согласно данным организации «Репортеры без границ», израильская армия все больше подвергала обстрелу журналистов. Другие были самоуправно арестованы, их оборудование уничтожено или сконфисковано, говорится в опубликованном докладе о положении СМИ на палестинских территориях. Поэтому мы слышим упрек, что, как и в других кризисных областях, сообщения здесь не могли быть объективными. Так как вина в совершении преступления не была доказана, повсюду возникает подозрение, что в этом случае речь может идти о так называемой операции под ложным флагом. Сегодня общеизвестно, что в прошлом различные войны во всем мире начинались именно с таких операций. Подводя итог, скажем, что этот вопрос пришел на канал Клага Мауэр Ти Ви в виде протеста. Я цитирую. Является ли трагическое убийство трех молодых израилетян, виновность в смерти которых не проверялась и не доказывалась достаточным для радикальных действий израильского правительства и армии против гражданского населения Палестины и журналистов? Для того, чтобы вы имели свое собственное представление об этом, канал Клага Мауэр Ти Ви сообщает для вас независимые новости без цензуры. Дайте и вы шанс вашим ближним сформировать собственную картину происходящего, распространяя наши новости. Всего вам хорошего.